ребят всем привет я сегодня выехал посмотреть если прозрак на одном интересном месте скоро у нас придут подводные металлоискатели хотелось бы занырнуть точку где скорее всего никого еще не было но там достаточно интересное место там проходила дорога очень старая очень оживленная поэтому я на шерпе выехал вот решение доделывает свой вездеход что эти видали какие у нас граммозепский от вид меди штуки по диких животных на выставке купили не пробовали надо миша не попробовать она же от медведей сейчас в общем я съезжу посмотрю если там прозрак стоит ли туда будет потом пробираться ехать и там заныривать потому что если прозрак хоть какой-то есть небольшой будет очень круто можно будет хорошо покопать я думаю что там никого под водой еще не было поехали это километра полтора это когда постарится прозрака здесь нет если старится там тоже прозрака не будет мягко очень идет машина ничего не старится 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 Хорошая жижа Это, ребята, я езжу там, где у нас проходят тест-драйвы на вездеходы То есть можно приехать и пройти тест-драйв на вездеходе шеф У нас будут производиться как коллективные тест-драйвы, когда мы будем в течение дня Находиться на площадке Также будут тест-драйвы персональные, персональные тест-драйвы платные Но там мы занимаемся конкретно вами Все время, там час-два где-то по катушке они проходят И в принципе оплату за тест-драйвы вы всегда можете вернуть в комплект вездеход на заводе После покупки по нашему промо-коду мы возвращаем вам стоимость тест-драйва А также дарим от себя конусы, подарки И вы имеете право пройти обучение с нами на своем новоприобретенном вездеходе Это боевой выезд либо на Аршинский мох, либо вот здесь где-то То есть выезд с ночевкой В принципе, возможно, что и выезд на вашей территории Но это, конечно, все уже индивидуально обговаривается Вот вроде кажется, такой легкий грунт здесь Но следы здесь только мои Под нами тор Сами видите, да? В принципе, это только дорога для шерфа Вот так вот Достаточно тяжело вездеходу здесь идти А порой даже прилипасно Почему я вам и говорил, что Здесь у нас достаточно хорошая площадка для тест-драйва Ну вот, вроде пошел Отлип От торфяной ловушки Потому что колея здесь уже прорезана не раз Я стараюсь не разбивать лишний раз колею Места не портить И поэтому достаточно трудно бывает проезжать Жарко, надо включать вытяжку Очень мутно Прозрака нету Может быть, еще дожди, то, что проходит Из-за этого Скорее всего, из-за этого Вода еще высокая Так, выбрались на твердую землю более-менее Тут опять же Моя трасса Сами как видите, здесь в принципе Мало что пойдет Также вот на метод Практически нет на плавающей островке Сами видите, вот посмотрите Для многих такие плавающие островки Например, для Арго Или еще для некоторых вездеходов Они становятся препятствием непреодолимым Он впереди себя их наталкивает А заехать на них не может И все, встает У меня здесь был и МАК-4 И был Мудокс И они здесь были беспомощны совершенно Что же, уже сейчас я вижу, что прозрака не будет вообще никакого Но поскольку я уже сюда поехал Надо будет проехать Просто хотел уже прокатиться Что-то не видно в этом году цапит Сейчас пойдем как-то вот так вот Вот что, на МАКСе На МАКСе я подъезжал, ребят, вот так вот Упирался Толкал, толкал, толкал Ну это и многие вездеходы с лысыми колесами Так будут делать И все И вот стоял и не мог никак добраться Смотрите, что делает Шерпан На холостом ходу По этим островам просто едет Ну вот оно преимущество вездехода Холостой ход сейчас у нас Идем бобровой тропой Это вот тропа у бобра Она к столу, наверное Они делают столы на берегах Где жрут всякие деревья Там прочие Мы не только едем Не прикладывая усилий Но и управляемся в этой жиже В этих островках Кочки Это не земля Это просто вот Такие вот Лаучьи островки Кочки Видите, она каждый живет Своей жизнью Какие-то мы сейчас искупаем Клиня разгоним Ладно, будем отсюда выбираться Ближе к берегу Ближе к берегу Чтобы не летела пыльца Я подключил вытяжку И у нас пошло давить все наружу Избыточное давление Потому что прикидывай в сад Конечно, это напрягает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Затупленная дорога, о которой я говорю Находится где-то вот здесь Понятно, что на земле здесь уже выбито было все А вот в воде Не хватит Итак, а здесь вот град получше Куда получше Я думаю, что летом можно будет занырнуть Да И здесь вот по реке по самой походить Именно под водой походить Вот так вот получается Вот река Где-то здесь проходила дорога Это был большой трак Он был затоплен еще В 933 году он был здесь затоплен Как канал построили И с тех пор я не думаю, что здесь кто-то рылся Собственно, для чего мы берем систему HUKA И для чего мы идем под воду Чтобы найти места, где еще никого не было Это здорово Здорово Как я уже говорил Шерп вообще не боится Абсолютно не боится Какой-то воды То есть Здесь Можно спокойно Говорить о том, что мы Взяли и легли спать Кинув якорь Прямо на воде Кстати, кто говорил, что ватерлиния у Шерпа Выше, нежели Крышка бака Нет, это не так Крышка бака у него торчит Наружу Это еще колеса у нас не полностью накачаны Я думаю, ребят, недельки через две Вода подочистится И можно будет Можно будет занырнуть Здесь вообще походить Вот по этой реке Потому что она была когда-то судоходная в старину Это река Яхрома И на ней было достаточно интересно Как мы себе представляем Наши выходы Сбрасывается Снаряжение То есть тоже хук Сам здесь спрыгиваешь Обратно забираться по цепочке будем То есть Здесь с углов будет крепление Для цепочки Которая будет внизу Чтоб ты мог ластой спокойно на нее встать И подняться на борт Выбраться сюда Ну а здесь уже что Снимаешь Здесь прям раздеваешься Скидываешь снарягу Сюда закидываешь Вот И все Собственно Пошел переодеваться Там прочее Ну или просто переезжаешь на другое место Тебя перевозят на другое место И ты опять сбрасываешься И опять идешь работать Под воду Это будет мне кажется здорово Не знаю я что здесь с грунтом На фарватере именно Может быть песок Потому что там выше грунт песчаный Здесь понятно что зона затопления где была Это здесь все притоплено Тут конечно грунт илистый должен быть А вот на фарватере что там происходит Неизвестно В общем вот вам несколько ответов на вопрос Зачем мы покупали систему Хука И почему мы вам вообще это все показываем Ребята подводный поиск это очень интересно У нас в этом году будет много подводной охоты Это раз И много будет подводного поиска Смотрите как отвалилась Временная установка телефона Видите у нас телефон какой Который берет везде всегда и все То есть другие телефоны не работают Наша сотовая связь работает Такая связь у нас будет установлена на двух вездеходах Для того чтобы в зонах пограничных Где сотовая связь на обычных телефонах уже не работает То мы можем зону эту продвинуть еще километров на 10-15 Раздвинуть Главное чтобы до ближайшей вышки было 40 километров Не более Или 36 Не более 36 километров То есть Ну это существенно как бы увеличивает Зону уверенного приема и прочее Но об этом я потом позже тоже расскажу Ребят все Сейчас не об этом Мы говорим о Хуке Системе Хука от Тритона Пока старайтесь не делать преждевременных выводов Вот первое впечатление от того что я погружался Мне очень понравилось Возможность долго работать Есть системы Хука Их в интернете вы можете поискать много Но это какие-то тазы Какие-то канализационные трубы Какие-то компрессоры Аккумуляторы свинцовые огромные Тут вся установка весит 9 килограмм Она профессионально собрана Там действительно дотошный человек собирает их Вот прям дотошный Я бы сказал Он такой Я лучше перебздю чем недобздю Вот так вот Костя тебе привет Константин собирает эти системы Он ныряет сам Он болеет водой И у него достаточно много всяких Всяческих разработок Серьезных очень В этом направлении Ребят Систему Хука с такими параметрами Не разработал еще никто Ни один Мировой производитель Ну никто просто Чтобы она была в чемоданчике Весом в 9 килограмм И работала 4 часа Ни у кого нет И все это компактно Умещалось в багажник Ни легкого автомобиля Порше купе Елки палки Куда носки и трусы Только влазят Что там носки и трусы Вы в самолете Это можете с собой брать И спокойно с этим летать Ладно Все Ни слова рекламы больше Хотя это не реклама Мы Блин Хочется поделиться Действительно стоящими вещами Многие люди Об этом вообще не слышали Они знают Есть акваланки Есть баллоны Ребят Вот вы мне говорите Да Баллоны Можно же баллонами пользоваться Там прочее Там все уже продумано Все это самое Как бы заводское Уехав за 200-300 км от жилья От чего вы эти баллоны надуете Одного баллона хватает Секундочку на 40 минут У нас одной зарядки Хуки Хватает на 5 часов Потом вытащили В розетку поставили 5 часов зарядки И еще 5 часов погружения То есть Видите да Можно сделать вообще Аккумуляторы заменяемые Одни заряжаются Другие работают То есть это тоже не вопрос Можно сделать И тогда у нас вообще Цикл без остановки Один нырнул Второй нырнул Когда есть зачем нырять То что нет Ну вот Как бы Можно Вы скажете Компрессором задувать баллоны Ребят Этот компрессор Стоит Хороший компрессор От 200 тысяч рублей И весит Около 40 кг Воняет тарахтит Он задувает Ну от Бензомотора Но это неудобно Это здоровая штука Которую надо таскать Надо возить Надо Чисто для баллонов Все Тут у нас чемоданчик В розетку воткнул Он зарядился Одно снаряжение Для подводной охоты И для подводного копа Всегда можно Что-то совмещать То есть Где было жилье Всегда были какие-то Потери Очень много Урочищ Очень много На берегах Рек и озер Очень много И все Урочища Практически Вот в той же Карелии Все выбито Ну по земле Все выбито А в воде нет В воде Можно еще работать Можно искать Можно находить Поэтому Да это затратно Да Вот мы сейчас купили Эскалибр Это 80 С гулечкой Это снаряга Он мешан Сейчас мы полный комплект Купили Это где-то около 50 тысяч рублей Было Полный комплект Снаряги Хука 105 тысяч Это дорого Все Но это интересно Мы же не Ищем для того Чтобы Окупить Или Вернуть Как-то свои затраты Мы Ищем для того Чтобы Жить Пробовать Пытаться Познавать что-то новое Узнавать Для себя Даже историю Это интересно Это Увлекательно Ребят Твоей активной жизни Осталось С гулькину письку Вот реально С гулькину письку Так вот подумаешь Годы летят Еще было 30 А сейчас уже 40 Уже 41 Ну до скольки До 55 В лучшем случае Если здоровье Хорошо позволит Там Ну до 60 Это Блин Надо Очень повезло Чтобы Осталось С гулькину письку Времени Торопитесь Торопитесь Жить И не важно Есть деньги Или нет Есть шерп Или нет Шерпа Поднимайте Зад Идите Вон просто В лес Это самое Купите Не знаю Аську Туже И копайте Поэтому Торопитесь Жить Жить на всю Катушку Жить так Как будто Последний день Живешь Потому что Лучше выстрелить И промазать Нежели Не стрелять И точно Не попасть Никуда В общем Ребят Не буду Учить И лечить Тот Кто может Позволить Себе Вот Такие Приключения Они Сами Ученые И Видели И знают Просто Может быть Напомнить Подтолкнуть К тому Что Есть что-то Новое Неизведанное Для нас И это Надо Пробовать Вот Этот Вездеход Дарит Столько Возможностей И Увлечений Которые Можно Заниматься Там Куда Другие Добраться Не могут Это Конечно Поразительно Просто Поразительно Вливайтесь Будьте С нами А я Поехал Обратно В принципе Все что Мне надо Было Я посмотрел Едем Ух 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 Уc Ух Ух Продолжение следует... Ну что, ребят, заедем? А вот вниз надо было правильно делать первую передачу. Сцепление отпускаем, газ отпускаем, а он сам скатывается. Я сейчас немножечко допустил ошибку, что-то задумался. Засмотрелся. Ну, в принципе, все было контролируемо на рычагах, но правильнее делать на торможении двигателя. Это самое безопасное. Если чувствуете, что начинает машина кувыркат, ну, тянуть ее вперед, то есть она начинает переворачиваться, просто либо бьете по сцеплению, чтобы снять тормоз, тогда машина выравнивается и начинает катиться быстрее просто. То есть вот надо этот момент не упустить, сыграть на этом. не растеряется. Ни в коем случае нельзя тормозить. Чувствуете, начинает вот вперед прям заваливаться. Ни в коем случае не тормозить. Тем самым вы только поможете перевороту. Сразу же мгновенно машина перевернется. Тут надо именно психологически сжать на газ, образно говоря, нажать сцепление. Распустить связь колес с мотором, чтобы это торможение пропало. Вот смотрите, о чем я говорил. И первая передача. Все. Поехали, катимся. Все. Машина спокойно съехала. Если чувствуете, что она начинает валиться, просто нажмите сцепление или чуть-чуть потяните рычаги. Лучше сцепление. Потому что рычаги вы можете перетянуть, расслабить фрикционы, но и потом вытянуть тормоз. А это ни в коем случае нельзя. Тормозить ни в коем случае нельзя. При спуске. И обязательно заходите на уклон прямо. Не бачком. Вот так вот. Только прямо, перпендикулярно. К уклону. Вот. Спускаетесь. Потому что есть ошибку делают, когда под углом заходят к спуску и к подъему. И это сильно увеличивает ваши шансы перевернуть машину. Машину перевернуть можно. Такие мастера есть. Это вы просто ни разу ее не переворачивали. Вот тут вот тут вот. Но это сделать можно. Поверьте. Поверьте мне, на УАЗике мы бы тут все высыпали бамперсы. Да и не только на УАЗе. Немножечко прокатились. И я вам рассказал, для чего нам нужна система Хука и чем она, в принципе, отличается от Акваланга. Ну, это так очень поверхностно все. В наших нуждах, конкретно в наших нуждах, чем отличается. А так, конечно, давайте будем смотреть, что у нас будет получаться под водой. Стоило это, не стоило все затевать. Но, как я уже говорил, не выстрелил, точно промазал. Как-то так. Поеду я помогать Мишане. В сборке Преша. Ну, а вы, если надумаете приобрести себе такой вездеход, то заходите на сайт gerasimsharp.ru. Там написано по всем вездеходам наших партнеров условия, бонусы от нашего канала. Всего хорошего. Пока.